СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА С городами, как и с людьми, у каждого человека возникают свои собственные отношения. Один город встретит тебя прекрасной погодой и чередой маленьких судьбоносных чудес, другой — досадной кражей кошелька, падением в лужу, попаданием под лошадь и всяческими лишениями, которые, очевидно, свидетельствуют, чужаку здесь не рады. С Москвой у Фаины отношения сразу не задались. Большой неприветливый город, хоть и впечатлил юную искательницу приключений своим величием, суетой и многолюдием, на руки ей не подал. Однако девушка оказалась упорной. Осенью 1915 года Фаина Фельдман снова отправилась покорять столицу. На этот раз она решила, во что бы то ни стало, поступить в театральную школу. Энергичная девушка обходила театральные школы одну за одной, попутно ища всевозможные подработки. Скудный денежный запас таял слишком быстро. Однако стать студенткой ей все не удавалось, а единственной работой, которую ей удалось найти, стало нерегулярное и весьма скромно оплачиваемое участие в цирковой массовке. Вспоминая это время, Раневская рассказывала, «Ни удачи не сломили моего решения быть на сцене. С трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки. А не могла я оплачивать не только уроки, но и жилье. Деньги, с которыми я приехала в Москву, просто исчезали на глазах, а единственная работа, которую удалось найти, была крайне непостоянной, да и приносила сущие копейки. Но все равно я была счастлива, ведь я подрабатывала в массовке цирка. Но таким счастьем сыт не будешь. В скорости я осталась без крыши над головой, благо это было летом. А ведь я была девушкой из добропорядочного провинциального буржуазного семейства, которая привыкла спать на мягких перинах и кружевном постельном белье. Мысль о ночлеге на улице не укладывалась в голове. Вот это я попала. Поистине безвыходная ситуация. А оставаться в Москве без денег, да еще и без работы невозможно, так же, как и повторно вернуться неудачницей домой. Проходя мимо недосягаемого, своего божества, большого театра, полуголодная и совершенно отчаявшаяся Фая, вдруг безудержно разрыдалась прямо у подножия одной из театральных колонн. Проходившую мимо даму тронуло отчаяние девушки. Она подошла, пожалела Фаину и пригласила переночевать к себе. Так началась сорокалетняя дружба Фаины Раневской и великой русской балерины, примы Большого театра Екатерины Васильевны Гельцер. Несмотря на разницу в возрасте, когда женщины познакомились, Гельцер было 39 лет. Екатерина и Фаина обнаружили удивительное духовное родство. Обе были эксцентричны, острый на язык, остроумны, энергичны и в целом очень похожи. Историки полагают, что своему имиджу зрелая Фаина Раневская во многом обязана старшей подруге, которую невольно копировала в общении. Умная, проницательная Гельцер была язвительна, называла вещи своими именами и слала в московском театральном кругу неисправимой насмешницей. Именно такой фигурой стала впоследствии и Фаина Раневская. Биограф Андрей Ливонович Шляхов рассказывает. «Фанни, вы меня психологически интересуете», — признавалась Гельцер. Она искренне восхищалась молодостью и самоотверженностью Фаины. «Какая вы феноменально молодая! Как вам феноменально везет!» Радуясь первым успехам Фаины, Екатерина Васильевна признается ей. «Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга». Фаина Раневская.